Золотой микрофон Не только лауреатом первой премии старшей возрастной группы, но и получил приз зрительских симпатий в виде денежного вознаграждения из рук Акима Кустанайской области Нуралы-Саду Акасова. Я чувствую себя отлично. Кустанай очень красивый город. Я здесь впервые, чему очень рад. Здесь прекрасные люди и сам конкурс великолепный. Также приз зрительских симпатий получил лауреат третьей премии средней возрастной группы – Кустанайский дуэт «Жастар». Кстати, это был единственный дуэт, участвовавший в галоконцерте. Кустанайский дуэт «Жастар» Всего жюри определило 12 победителей в трех возрастных группах, занявших третьи, вторые и первые места. Неожиданностью было вручение третьих мест сразу пяти участникам, среди которых был 16-летний Андрей Костров из аулеколя. Жюри просто не могло оставить без внимания звучание его крепнущего баса. В юбилейном 10-м галоконцерте «Золотой микрофон» участие приняли и победители прошлых лет. Например, Айдана Жакупова после победы в 2009 году поступила в Челябинскую академию культуры на эстрадно-джазовый факультет. Сейчас готовится к международному конкурсу в Лондоне. Золотой микрофон для каждого из нас является очень-очень таким вот большим праздником, потому что вот лично для меня золотой микрофон – это была путевка в жизнь, это очень святое для меня. И все люди, которые здесь, очень родные для меня. После двухчасового ожидания зрители наконец услышали и имя победителя. Золото досталось Серику Кадыржанову, исполнявшего казахскую народную песню. Он удостоился главной премии международного конкурса «Золотой микрофон» и ноутбука в подарок. По словам Сериков, позапрошлом году он пытался принять участие в конкурсе, но не прошел отборочный тур. И эта победа для него особенно дорога. Я пел, первую песню пел о жизни, о том, что ничто на земле не проходит бесследно. Все, что ты проживаешь, все, что ты делаешь, остается на этой земле. А вторая песня – это казахская народная песня «Ай-Куракос». Это о девушке, которую насильно выдают замуж. Призерам вручили профессиональные микрофоны. Но, по словам Акима области Нуралы Садуакасова, впредь призовой фонд конкурса будет увеличен в разы. Бауржан Ержанов, Алла Романова, РТН